сегодня жгу самый большой костер за этот сезон 2022 год вот в этой огромной кучи находится приблизительно 45 может быть 50 к ней которые были сегодня с утра выкорчеваны с различных участков территории в основном там вдали но есть места поближе например вот здесь просто за несколько лет нашлись несколько дней которые были незаметны в начале а потом они вышли наружу и когда приехал эскаватор мы все это заодно и выкорчевали специальная машина под названием bobcat или лолдер с прищепками перенес эти корни вот сюда в огромное кострище почему именно сюда потому что здесь самое безопасное место для сжигания чего угодно ну я имею ввиду вообще костры разводить или пни сжечь потому что здесь очень далеко до деревьев которые представляют наибольшую опасность например сухие елки у нас тут есть березы и они уже настолько далеко что им этот огонь совершенно не страшно собственно я сам могу подойти костру на расстоянии всего два метра даже полтора метра стоят огня и могу стоять то есть огонь не идет сторону его жара она идет жара идет наверх день сегодня совершенно безветренной и над костром идет такой столб дыма высоко в небо даже комары позволяют себе летать рядом с этим с костром нам сегодня предстоит всю ночь его жечь это вот он не сразу загорается потому что пни только что из земли они сырые плюс то плюс тому что они еще толстые но по мере просыхания по мере просыхания частей костра частей вот этой кучи с пнями рядом с горящей частью загорается и следующий участок медленно медленно прогорает нагревается и потом дает жар следующему участку вот так постепенно это идет поджигать такой такую кучу сразу я никому не советую то есть можно поджечься со всех сторон там с четырех сторон на этом с пяти шести сторон но это ничего хорошего к этому не приведет то есть он конечно сгорит быстрее но в какой-то момент будет очень сильное пламя и надо все пять или шесть частей поддерживать постоянно ходить там что-то делать а так вот я люблю с одной стороны поджечь и за ней конкретно смотришь сначала разжигаешь с помощью запасенных вот таких сухих дров и повалежника а потом вот эти сухие дрова становятся основой разжига то есть их подбрасываешь в огонь и он моментально их охватывает пламенем они дают большое пламя чтобы это пламя пошло на пни там видите какие огромные пни они уже обуглились но не горят так чтобы синим планем внутри у них за счет она влажно но потом они конечно скорее всего они провалятся потому что их корни концы корней обгорят им не на чем будет держаться они упадут самое кострище туда самую жару есть такой юмор во всем этом сжигании вот мой папа собирал корни ходил по всяким там по лесам особенно где корчуют деревья и собирал корни искал в них какие-то интересные комбинации из которых он делал деревянные скульптуры у нас очень много где-то около сотни скульптур он сделал свою жизнь вот а я этим совершенно не увлекаюсь я наоборот корни сжигаю я в них ничего не ищу для меня вот эти все корни этого мусор это то что мне мешает жить как и деревья которые стояли на этих корнях потому что эти деревни уже деревья были уже мертвые сухие вот все что здесь видно вся территория где нет деревьев это вот не так вот не просто так приехали сюда типа гости а тут деревьев нету здесь был густейший лес много лет назад я все эти деревья собственноручно спилил бензопилой я думаю где-то 300 деревьев я спилил вот осталось например 4 не спиленных дерева ну почему я их оставил потому что они находятся рядом с площадкой где мы ждем костры и это такие вот как бы стоящие дрова они нам не мешают вот эти дрова лежат они вроде как мешают там не знаю такая временная поленится потом вообще здесь будет зеленый газон а эти деревья не мешают и когда нужно будет разжечь костеречек разжечь костерок то мы их спилим по одному и как раз вот одно дерево на костер сегодня же у нас вечер где-то почти 10 вечера и этот костер будет гореть всю ночь всю ночь я буду спать тут в избушке и когда я утром проснусь я думаю что от него останется ну почти ничего то что останется уже будет просто что-то раскинутое по сторонам сухое и достаточно будет это все сложить в центр отцентровать дровишки и они быстренько сгорят еще там за два часа то есть к полудню завтра все будет все сгорит а уж к вечеру просто будет один белый пепел но это будет огромная куча пепла белого я ее собираю и раздаю тем кто делает огороды а что если кому надо лучше приезжайте но понимаете как пепел же раскаленный лежит тут целую неделю он горячий только через неделю реально через неделю его можно будет забрать и положить какой-нибудь там пластмассовое ведро если ведро железное и лопатой железное перекладывать то можно конечно его и горячим собрать он безумно раскаленный то есть вот даже дождь может идти там всю неделю вот это все равно будет раскаленный участок глубь земли вот видите здесь вообще нету огня с этой стороны только дымок дымок сочится нежно вот так можно посмотреть что вообще огня нету да с этой стороны и дым идет что такое мы обходим его где-то 55 метров в диаметре этот сток сток к ней вот а здесь идет кострище ну ладно вот я вас там утомился и мы рассказываем нужно еще раз так вот посмотреть подольше полюбоваться летают комарики мушки они вокруг меня вокруг рук бьются несмотря на теплый огонь на тепло от огня они не боятся его и надо хорошо теплее тут быть если ближе подлетят сгорят но им виднее не виднее ладно до следующего эфира может быть я покажу все когда будет уже тут пустое место пойдем а я пойду спать попозже часа в два ночи он сюда сейчас 10 вечера еще четыре часа я спать не буду то есть на четыре часа он очень прилично прогорит а Ну вот, прошли сутки с того момента, как я завершил вчерашнее видео И за эти 24 часа вот тот огромный костер, который мы разожгли с пнями Там было штук 45 пней Они превратились вот в это маленькое-маленькое совершенно зрелище То есть я уже даже подкладываю что-то новенькое Там осталось останки самых таких крупных пней, там три штуки, вот они догорают Ну какие-то собираю тут палочки торчащие, подкладываю, чтобы огонек был То есть даже они сами по себе не могут гореть, вот эти оставшиеся пни Им нужно, чтобы огонь был, что-то еще Но они все равно будут догорать и сливать даже без огня Но так быстрее То есть поскольку я буду ночевать здесь еще один день Вернее, одну ночь То к утру, конечно, все превратится в пепел Вы помните, какой огромный-огромный сток пней здесь был вчера Вот это великая сила огня Я вообще поражаюсь Огонь это чудо То есть, казалось бы, ничего специально не делаешь Никакой там химии, никакого бензина, никакого спирта Само горит Вот чудо природы Хорошо, что у людей такое есть чудо Благодаря чему они и стали, наверное, людьми И могли есть жареное мясо Сжигать леса На которых потом устраивали поля и выращивали урожаи Да, огонь это чудо И если им пользоваться умело Что мы тут демонстрируем как раз Да, мы им умело пользуемся Чтобы превращать вот этот мусор Оставшийся от разработки участка В ничто В золу, которая Ну, зола это вообще говоря очень ценная вещь Как я уже рассказывал Золу можно собирать и использовать для огородов Ну, фактически это уже по количеству материала Это ничто Этот проект удачно завершился Благодаря тому, что еще не было дождей Собственно говоря, и работа вчера началась Потому что вдруг вышло солнце Стало тепло Где-то плюс 21 И поэтому мои ребята То есть контрактники с экскаватором И с погрузчиком Это по-английски loader Или bobcat Они вчера приехали и выкрачивали все деревья Которые были предназначены для этого процесса Потом разровняли землю Ну, кстати говоря, вот разровненная земля Она вот там вдалеке То есть ее отсюда не видно Потому что впереди земля разровненная еще в прошлом году Вот, а там дальше Там дальше Вот где такая Лежит гравий Такой неровный Вот это то, что осталось От леса Ну, ладно На этом и закончим Всего всем доброго Желаю всем удачи Хорошего настроения Любви и счастья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому